МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как не заразиться гепатитом С? Все, что нужно знать о вирусе папиллома человека. Чтобы не омрачить себе отдых, неделя осведомленности о грудном вскармливании. Чем полезны абрикосы? Здравствуйте! В эфире программа «Будем здоровы!» Я Ирина Вобещевич. И речь мы будем сегодня вести о том, как сохранить и приумножить самое ценное, что у нас есть. Здоровья! Гепатит С – вирусная инфекция, поражающая печень. Эта болезнь может долгое время протекать без симптомов, но со временем может привести к хроническому гепатиту, циррозу печени или раку печени. Более подробно о вирусе и о том, как им не заразиться, расскажет Айгири Махметова, врач общей практики. Гепатит С – РНК, содержащий вирус, который проникает в организм путем поврежденных кожных оболочках или слизистых покровов. Профилактика гепатита С – ключевой элемент в борьбе с инфекцией, потому что на сегодняшний день вакцинации от гепатита С нет. Существуют меры профилактики стандартные во всех медицинских организациях, в частности, должны соблюдаться в стоматологических кабинетах, хирургических кабинетах. Меры профилактики включают в себя использование индивидуальных средств защит, колпак, маска, перчатки, одноразовые. Если работаем с биологическими жидкостями, то утилизируемые подходы класса В, либо В. Также необходимо иметь меры предосторожности в разботе с биологическими жидкостями. Нельзя заниматься бытовой деятельностью рядом с биологическими жидкостями. Также к мерам профилактики относятся нельзя пользоваться средствами личной гигиены других людей. Нельзя поднимать голыми руками осколки или шприцы, или то, что имеет острую конечность. Гепатит В существует тоже, но это ДНК, содержащий вирус. Он также передаётся через повреждённые слизистые или кожные покровы. Проявляет себя сразу. То есть это может быть желтучность кожных покровов, температура. Симптомы интоксикации появляются у пациента. От гепатита В все те же меры профилактики мы должны соблюдать, как и от С. То есть нужно аккуратно работать с медицинским инструментарием, который касался биологической жидкости. Но в отличие от гепатита В, С себя может не проявлять до полугода. То есть по-другому называют ласковый убийца. В процессе может перейти в цирроз печени или онкологическое заболевание печени. Профилактические меры включают в себя ещё здоровый образ жизни, правильное питание. Ну, это должен быть иммунитет в первую очередь. Вирус папилломы человека – это одна из самых распространённых инфекций, передающаяся половым путём. Он может вызвать различные заболевания, включая рак шейки матки. Как защититься от многих штаммов вируса и существенно слизить риски развития онкологических заболеваний в следующем сюжете выпуска. Рак шейки матки – второй порой распространённости вид рака у женщин в возрасте от 25 до 45 лет. Ежегодно в Казахстане диагностируют более 1900 случаев. 5 случаев рака шейки матки диагностируют ежедневно. Существует более 200 генотипов ВПЧ, не менее 40 из них способны инфицировать анагенитальную область. Примерно 80% сексуально активных индивидуумов могут стать инфицированы на том или ином этапе жизни. ВПЧ может стать причиной развития рака шейки матки. Так какие есть типы ВПЧ? Различают ВПЧ низкого риска – это первый, второй, третий, седьмой тип, и ВПЧ высокого риска, который включает в себя такие типы, как 16, 18, 31, 33 и так далее. ВПЧ высокого риска является причиной около 5% всех злокачественных заболеваний в мире и более 95 случаев рака шейки матки. ВПЧ очень заразный. ВПЧ может сохраняться долгое время под ногтями, а значит, человек может заразиться и инфицировать сам себя. Заболевания, связанные с вирусом папиллома человека, различают доброкачественные – это генитальные и кандиломные, кожные папилломы, бородавки и злокачественные – рак шейки матки, рак кожи, головы и шеи, а также рак анагенитальной области, другой локализации. Первичная профилактика рака шейки матки – это вакцинация, где не менее 90% девочек должны быть вакцинированы до достижения 15-летнего возраста. Вторичная профилактика – это скрининг рака шейки матки, где не менее 70% женщин должны проходить скрининг рака шейки матки высокоэффективным методом. И лечение, где не менее 90% выявленных предраковых поражений шейки матки должны быть пролечены. В национальный календарь превью к Республике Казахстан внесена вакцина против вируса папиллома человека. Проводится она девочкам в возрасте с 10,5 лет путем введения двух доз. Вакцина против ВПЧ не содержит ДНК вируса, обеспечивает сильный иммунный ответ путем выработки антител высокой концентрации. Чтобы не омрачить отдых, карагандинские эпидемиологи вновь напоминают о возможных рисках заражения инфекционными заболеваниями в период отпусков и в жаркую погоду. Важно быть бдительными и соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя и своих близких. Уважаемые жители и гости Карагандинской области, при выезде в зарубежные страны помните о возможности заражения инфекционными заболеваниями, характерными для данной местности. Чаще всего инфекционные и паразитальные заболевания передаются через воду, недостаточно обработанные продукты питания кровососущих насекомых при контакте с больным человеком. При планировании отдыха заранее уточняйте сведения об эпидемиологической ситуации в стране планированного пребывания. В целях предупреждения заражения кишечными инфекциями при пребывании в жарких странах необходимо употреблять гарантированно безопасную воду, кипяченую или бутылированную. Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды. Необходимо не забывать тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой, обдавать кипятком, избегать питания в уличных заведениях. При купании в водоемах и бассейнах не допускать попадания воды в рот. Тщательно мыть руки перед едой и приготовлением пищи. В странах с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами. В целях профилактики используйте репелленты и москитные сетки. Носите светлую одежду, максимально закрывающее тело. Для проветривания помещений используйте кондиционер. При въезде в европейские страны следует быть привитым в первую очередь против дифтерии, кори и полиамилита. На территории Республики Казахстан также стоит помнить о правилах профилактики инфекционных заболеваний. В тёплое время года увеличиваются риски возникновения случаев острых кишечных и других инфекций. Чтобы избежать заражения, чётко следуйте правилам личной гигиены. В случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия. В августе отмечается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. Грудное вскармливание является одним из самых естественных и здоровых способов питания для младенцев. Оно не только обеспечивает необходимыми питательными веществами, но и способствует укреплению иммунной системы и эмоциональной связи между матерью и ребёнком. Ежегодно во всём мире проводится неделя грудного вскармливания. Для чего это проводится? Чтобы проинформировать население о важности грудного вскармливания. А это огромное чудо. Это чудо, что нам природа подарила женщинам такой дар. Дар кормить ребёнка грудью. И поэтому наша задача, как медсестёр в нашем отделении новорожденных, научить женщину, проинформировать, донести до неё, что это для ребёнка в первую очередь важно, и, конечно же, для женщины тоже. В чём важность грудного вскармливания? Во-первых, это огромное здоровье для ребёнка изначально. То есть не секрет, что грудное вскармливание закладывается и здоровье последующего нашего поколения в Казахстане, и вообще во всём мире закладывается именно в первую неделю, когда ребёнок рождается. Он ещё не защищён и от всего, что происходит здесь. И именно грудное молоко даёт ребёнку то, что ему нужно на данный момент. Почему? Потому что молоко, во-первых, это иммунитет в первую очередь. Это его здоровье, будущее здоровье. Это здоровье мамы. И поэтому очень важно, чтобы женщина начинала с первых минут после рождения кормить ребёнка грудью. Родиной абрикосов считается Армения, поэтому фрукт не является для нас экзотическим. Это один из немногих плодов, полезных в любом виде, свежим, сушёным, консервированным. Поскольку сезон абрикосов сейчас в самом разгаре, поговорим о достоинствах свежих фруктов. Абрикосы являются кладезом витаминов, аминокислот, микро- и макроэлементов. Если составить рейтинг содержания витаминов в плодах, то на первом месте будет аскорбиновая кислота, витамин С. На втором – ретинол, и на третьем – витамин Е. Кроме того, во фруктах содержатся витамины группы В, никотиновая кислота, биотин. Абрикосы отличаются и богатым составом микро- и макроэлементов. Калий, кальций, фосфор, магний, цинк, железо, серо, кремний, натрий, алюминий, марганец, медь, бор, ванадий, фтор, молибден, никель, кобальт, йод, хром – вот неполный перечень полезных компонентов. Не стоит забывать и об органических кислотах, сахароидах, пищевых волокнах, аминокислоте, трептофане и бета-каротине. Плоды являются низкокалорийными, но в то же время питательными продуктами. Фрукты не только быстро насыщают, но и легко утоляют жажду, ведь в их мякоти содержится 85% воды. Абрикосы оказывают положительное влияние прежде всего на сердечно-сосудистую и нервную системы организма, а также на желудочно-кишечный тракт. Полезные вещества в составе фруктов способствуют укреплению сосудов, улучшают память и остроту зрения, очищают организм, повышают выносливость и стрессоустойчивость, да и в целом дарят позитивный заряд. Употребление плодов показано для укрепления иммунитета, профилактики анемии, злокачественных и новообразования и проблем с щитовидной железой. Осторожными с абрикосами надо быть людям, страдающим сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени. Ограничения есть для аллергиков и лиц с индивидуальной непереносимостью. В таких случаях необходима консультация с врачом. Желаем вам насладиться вкусом и ароматом абрикосов с пользой для здоровья. Наша программа подошла к концу. Берегите себя и своих близких и будем здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова